К этому вопросу. Откройте второй номер журнала «Улыхаем» за этот год. Только что вышел сборник «Сохрани мою речь» Монтыштановского общества. Можете посмотреть, сколько там в каждом материале буквально обсуждается этот вопрос. Так он есть или нет? Значит, есть. То есть для нее, как для ребенка-кантониста, никакого отношения к еврейской культуре вроде бы не имевших, есть вопрос чисто национальный. Она боится этих новых руситов, антисемитизма, чего-то там еще. В какой-то момент она принимает решение, что надо бы ей поехать в Израиль. Ее отговаривают. И в ней внутри это вызывает какие-то процессы. В русском человеке не вызовет. Даже если он захочет поехать в Палисемию, у него другие проблемы. Вот в тех случаях, когда мы это можем не вчитать и не читать в душах там, тогда да. Вот я специально вам приводил примеры вот этой замечательной толмутической игры, которую показал Монштейнберг. Или вот вчера мы обсуждали, как он играл с Лермонтовым. А Лермонтов для евреев в России имел совершенно особое место, о чем есть специальная работа, о которой я вчера говорил. Я именно говорил о том, как это делать, а не то, что я вам пришел и сказал, мне вот с этими фамилиями нравится, а с этими фамилиями нет. Да у меня есть работа, где слова евреи нету. Примерно половина моих работ такие. Просто это в зависимости от того, что мы изучаем. Предмет не надо убирать. Он существует. Я же тоже могу сказать, что вот этот камень и вот этот камень, но они стоят примерно одинаково. Посмотрите, а этот минорец, скорее всего, новый. Да и эту церковь учинили недавно. А значит так, если у нее одинаковые кирпичи, одинаковый цемент, и одни и те же люди приглашенные делают, что это одно и то же. Нет уж извините, это будет православная архитектура, это немножко другая. И это будет именно так. Но здесь все видно. А в мысли нам кажется, что если человек применяет приемы какие-то общечеловеческие, скорее надо говорить, что философия применяет общечеловеческие приемы мышлев. Но к грекам мы привыкли, а к евреям нет. Я прекрасно помню, как мне предлагала одна из пустоведков, моя знакомая, когда мы с ней гуляли, по большой выставке Эль Грека. И она сказала, слушай, а что если вспомнить, какая у него фамилия, и посмотреть, что в это время греки рисовали на иконах. Пожалуйста, можно же этого не делать, это Испания, это далеко, зачем нам эти греки. А предложение, между тем, очень тонкое. Вот он взял и якобы создал новую жопу, то есть безусловно создал. И безусловно это на что-то влияет. Важно найти материальный носитель. Вот цель этой вот как бы всех собеседований была именно в этом. Очень просто, когда Майманиф пишет комментарий к Торису, сказать, что это еврейская философия. Очень просто. Труднее, когда люди, евреи живут в другой ситуации. Кстати, а что с арабскими текстами будем делать? А что будем с Морелевым кем делать? На каком языке он написан? И когда он был обратно переведен? Это серьезный вопрос. С момента, когда евреи начинают работать с остальным миром на его языке. Вот это и проблемы есть. Иначе бы не было смысла весь этот курс тратить здесь время. Поэтому на первом, вот Марк как раз мне сказал, во время первого заседания нашего замечательного. Так что это вообще разговор на каком-то другом языке? Ну, конечно, да. Второй был вопрос. Как это он так с Достоевским поступил? Да как захотел, так поступил. А мы что, спрашиваем у философов, из чего они исходят в своих интуициях или основаниях? Что это он делает? Да к миру так относится. Ну, давайте посмотрим. Вот он так отнесся, что у него получилось. Поэтому это такой разговорчик, как бы сказать, интересный, я бы сказал. Тут имеет значение самоидентификация? Бывает да, бывает нет. Книжку Штейдберга «Друзья моих ранних лет». До самых недавних пор, пока я не захотел вот так прочесть шестого, они как мне объясняли, как это надо делать. Значит, я не мог понять всю вторую половину его книги «Друзья мои ранних лет». Она именно посвящена вот постоянному возвращению к иудейским ценностям шестого. Недаром на нее никто и не ссылается. Она как бы не понятна. Вот про Белого очень хорошо, про, значит, соответственно, Валфилу просто замечательно. Про встречи с Блоком в тюрьме и поход Крозанову во время дела Белли, разговоры про антисемитизм, это все замечательно. А вот про что вторая часть этой книги? И вот некоторое время тому назад до меня дошло, про что. При этом, что значит идентификация? У шестого была просто, ну, мягко говоря, травма, связанная с тем, что его собственный отец за это все погнал. Вот, с другой стороны, он был женат на русской даме, пожалуйста. Вопрос же в том, структура мысли. Вот он все время, у нас не было сейчас сил, потому что я понял, что вам просто сложно. И мы там все пять лет должны будем читать две страницы, если что-то понимать. Если вы возьмете его книжку, то она точно такая же, как Штейнберг. Он не обсуждает слово Христос, он обсуждает для Достоевского слово Бог. А для, вот Мейера, как я говорил вам на первой лекции, это было просто вообще непонятно, о чем говорят. Значит, что я с тех пор сделал? Увидев такую реакцию Мейера, я стал смотреть на книги, на те же темы евреев, которые так или иначе себя идентифицировали. Кстати, я вам показал, по-моему, массу видов идентификации. От разговоров типа, какой я еврей еще у Кагана, человека, который до конца оставался евреем, работал в семерном еврейском конгрессе, значит Штейнберга, и до шестого, пожалуйста, могу еще какие-нибудь назвать. У меня как раз идентификация, я просто ее включаю. Она для меня не является типологией. Вот в этой мысли идентификация играет такую роль, а в этой такую, больше, меньше. Так что посмотрите, как это сделано, тогда мне начинает быть интересно, кто это рассуждает. Вот заведомо христианском писателе мне же не приходит в голову так себя вести, кто это рассуждает в таких терминах. Я на человеке смотреть, что в общем в их мысли. Еще раз повторяю, то, что я вам рассказываю, на самом деле довольно поисковая вещь. Написано про это очень мало. Мало, потому что трудно. Кроме того, я действительно могу даже сказать, что я, та статья о Штейнберге, которая, надеюсь, выйдет осенью в исследовании по истории русской мысли, она прямо начинается с фразы, либеральное мышление не допускает включения в анализ национального происхождения философа, а мы это сделаем. Я это написал, я понимаю, что есть эта проблема. Значит, с вашей стороны остается очень простая проблема. Попытаться понять, можно ли не учитывая это, получить больше. Относитесь к этому как к интуиции философской. Чем она одна отличается от другой? Какую часть мира и на какую глубину эта интуиция позволяет описать? Вот и все, больше ничем. Плохой философ, это тот, у кого хилая интуиция с слабым логическим развитием. А хороший философ, это тот, у кого глубокая интуиция с приличным развитием. Вот, поэтому, если вы считаете, что так эффективнее, попробуйте, посмотрите. Я абсолютно не, как бы... Скажите про дырки. Про кого? Про дырки. Я не понял этот сюжет. С дырками, с дырмаляй. Ну, цитата просто идет, ему важно, не упоминая. А где она возникает? Это возрождающийся Египет и в Большом Апокалипсисе, только в собрании сочинений. А зачем он сладьков? Как зачем? Ну, вместо того, чтобы написать, что дурак Соловьев издевался надо мной, я ему говорил, что скукота весь его этот дурацкий придуманный Апокалипсис. Это, значит, я ему показываю, какой Апокалипсис настоящий. Это ведь цитирование такое хитрое. Ну, как отсылка туда. Чтобы мы догадались, о чем идет речь. Больше ни о чем. Вместо того, чтобы его назвать. Поэтому вообще, в истории мысли, я могу сказать, что для меня было довольно сильным поворотом, когда я прочел эту книжицу, которую он называл, Yale Companion to Jewish Rite and Soft in German Culture, когда из великих даже деятелей немецкой культуры выделялась специально вот эта составляющая и вставлялась в контекст именно еврейский. Там есть антисимметрия и кто угодно. Придем простой пример, только литература. Вот, обратите внимание, есть у нас такой сочинитель Фихтвангер, да? И у него есть сочинение, которое называется там «Иудейская война», «Сыновья на станете». Обратите внимание, что у него появляется еще. В конце жизни он пишет сочинение «Испанская баллада». Он из себя строит вот этого синтетического еврейско-немецкого писателя. Вот давайте скажем, нам не интересно, что он немец, нам интересно, что он еврей. Но какой еврей? Ой, тоже интересно, ведь не о Христе же он пишет. Он выбирает очень интересный момент этой самой иудейской войны. А какой момент он выбирает в Жен-Эроне? Все тот же. Понятно, да? Он не хочет трогать этот вопрос. Затем он пишет, а какой может настать день? А давайте теперь мы скажем, нет, ничего еврейского тут нет. Это просто исторический писатель, который такие вещи сочиняет. Мы приобретем или потеряем? Лучше знать и то, и другое. А какую роль занял Фейхтангер в Советском Союзе? При полном отсутствии чего бы то ни было на эти темы, он заместил с собой все еврейские энциклопедии, все философии и даже иудейские.